Кто это? Ты можешь избавиться от него. Просто перескенивать как можно скорее и передай дальше. Существо это медленное, но настойчивое и совсем не глупое. Единственный способ обезопасить себя – передать проклятие дальше, занявшись с кем-нибудь сексом. Фильм «Оно следует за тобой» получила мощный сарафанный пинок еще на самом старте. Первые, посмотревшие картину на различных кинофестивалях, хором отзывались о ней как о необычном и умном хорроре. Так что к тому моменту, как фильм добрался до кинопроката, о нем уже были наслышаны, что позволило «Оно» собрать весьма серьезные 14 лямов долларов. Правда, к восторженным рецензиям профессиональных критиков на этом этапе присоединились недоуменные отзывы рядовых пользователей, подогретых обещаниями нового жанрового шедевра. Проблема «Оно» в том, что это как раз не просто удачный представитель своего жанра, а смелая и изобретательная попытка раздвинуть границы хоррора. Сведя к минимуму обычные рычаги воздействия на зрителя, бу, моменты, энергетику, кровь, и сделав ставку на атмосферу. Фильм, как его главный злодей, неторопливый и прилипчивый. В свои лучшие моменты оно напоминает великий кошмар на улице Вязов. В монстре, который следует за главной героиней, многие поспешили увидеть метафору венерических болезней, хотя попытка проанализировать фильм именно с этой точки зрения упрощает и даже ошеломляет, и даже опошляет его. Мол, это просто агитка о вреде случайного секса, который надо показывать подросткам в целях профилактики на уроках сексуального воспитания. Да и финал в этом плане весьма показателен. Данную картину смело могу рекомендовать к просмотру. Продолжение следует...